Ежегодно в России жертвами финансовых махинаций становятся несколько десятков тысяч человек. Пирамиды, инвестирование личных сбережений, участие в долевом строительстве, быстрые займы. В наш век, когда все области экономики стремительно развиваются, финансовые мошенники также оттачивают свое мастерство и придумывают новые обманные схемы. Для того, чтобы повысить правовую грамотность жителей Кубани, рассказать им, что же делать, если они все-таки стали жертвой обмана, представители Краевой общественной организации «Правовой ликбез» регулярно проводят выездные семинары в муниципалитетах. Один из последних прошел в Славянском районе. На встречу со специалистами Краевой общественной организации «Правовой ликбез» были приглашены представители сельских поселений, учебных заведений, студенты филиала Кубанского государственного университета. Специалисты компании рассказали собравшимся основные механизмы обмана финансовыми мошенниками. Объяснили, что толкает людей нести свои кровно заработанные сбережения финансовой пирамиды и о чем нужно помнить тем, кто хочет заработать легкие деньги. Ни один финансовый институт не является государственным благодетелем. И никто не поставил задачу вам что-нибудь дать. Они зарабатывают на вашем интересе себе по строительству денег. Но некоторые из них особо наглые, они понимают, что если не дадут большие какие-то проценты, то у нас проснется жадность. Вовроде называют подогревая жадность. Это когда сначала проценты мало растут, а потом стремительно удваиваются. Суммы такие колоссальные, что никто из этой на этом этапе не может выкистывать. Вот что дело. Потерплю еще чуть-чуть и это будет еще наглядеть больше. Организаторы неблагонадежных финансовых организаций, не только прекрасные экономисты и финансисты, но и психологи. Они знают, как заставить человека вложить деньги в заведомо проигрышную компанию. Поэтому, чтобы обезопасить себя, никогда не торопитесь подписывать договор, а еще лучше проконсультируйтесь сначала со специалистами. Если вам предлагают подписать договор, и вы должны сразу сказать, я хочу его взять на день, посоветоваться, завтра подпишем. Если вам говорят, конечно, конечно, мы будем только рады, это более-менее надежный эффект. Если нет, бегом, сегодня у нас скидки, завтра, если что, вот я очень прошу, и видите, веду. Но это очень опасно и всегда вещи. Куда ему торопиться? Он хочет сбежать прямо сейчас? Вот самое главное, когда нас начинают торопить, и не дают посоветоваться. Если вы пришли, и вам непонятный договор, позвоните. Снимите этот договор, если вы не знакомы, вместе будем разбираться. В ходе семинара была затронута и тема микрофинансовых займов. Сотрудничество с такими организациями затягивает людей в кредитную кабалу с большими процентами, а в некоторых случаях приводит к полной потере финансовых средств и имущества. Будьте очень аккуратны с микрофинансовой организацией. Это дело опасное. То есть высокий процент, штрафы, обман и вот эти коллекторские преступления, привязывание. То есть с ними не так просто рассматриваться даже, понимаете? То есть я вообще лично не рекомендую. Краевые специалисты еще раз напомнили, что в финансовых вопросах лучше сотрудничать с официальными государственными банками и не доверять мелким компаниям. Как определить добросовестную финансовую организацию? Вот опасный. Очень просто. Помимо того, что вы должны понимать, что процент по вкладам, он совпадает или не сильно отличается от ставки Центрального банка. И есть в законе написано, что кредитный кооператив может давать не больше 1,7% от ставки Центрального банка. Если у вас процент больше, вот сейчас у нас какой, чем 1,7%, то вообще-то это даже незаконно. Это опасная вещь. И если Центральный банк будет потом каким-то образом корректировать политику этого кредитного кооператива, не захочет ли кредитный кооператив исчезнуть? Вот годами он работал хорошо, а теперь Центральный банк будет к нему привлекать внимание, они могут исчезнуть. Это раз, да? То есть проценты. Если вы уже столкнулись с проблемами, взяли займ или кредит, вступили в пирамиду или собираетесь приобрести недвижимость, в общем, по любым финансовым вопросам можно проконсультироваться в правовом ликбезе. Телефон 861-275-26-82. Краснодарская краевая общественная организация работает благодаря президентскому гранту. Все услуги и консультации они оказывают совершенно бесплатно. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».